Украина получит 550 миллиардов евро от Евросоюза на саммите в Брюсселе. Все 27 стран-членов достигли соглашения, выделят Киеву дополнительный пакет финансовой помощи. Подробнее о том, как на саммите ЕС удалось преодолеть сопротивление Венгрии, а также согласовать очень важное для Украины решение, расскажет специальный корреспондент телеканала Freedom в Европе Виталий Сизов. Европейский Совет преодолел вето в Венгрии и одобрил выделение 50 миллиардов евро для Украины на следующие 4 года. Чтобы достичь консенсуса и сломить сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, понадобилось чуть более двух часов. Перед началом встречи европейские лидеры демонстрировали боевой настрой и оптимизм. Угроза со стороны России заставила их мобилизоваться и объединиться в вопросе поддержки Украины. Около 100 лет назад этот гимн был популярным революционным гимном в России. По-русски это было «Это наш последний решительный бой». Сто лет назад врагом для них был международный капитализм. Сегодня речь идет о демократической системе в целом, о правах человека и верховенстве закона. И они нацелены не на Украину. На самом деле Украина – это всего лишь первая линия обороны. Поэтому очень важно сохранить эту первую линию обороны сильной. За на первый взгляд легкостью этого решения стояла кропотливая работа ключевых европейских лидеров, каждый из которых внес свой вклад в позитивное решение. Кроме того, вчера перед самим заседанием с венгерским лидером встретился президент Европейского совета Шароль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, а также лидеры Франции, Германии и Италии. Особую роль играла премьер Италии Джорджа Милони, которая, как и Орбан, принадлежит к правому политическому сектору. Но позиция Венгрии утомила всех – и правых, и левых. Это проблема для всех нас. И именно поэтому то, что мы можем предложить Виктору Орбану – это всегда относиться к нему справедливо в соответствии с нашими правилами и процедурами и ничего больше. Европейский союз до сих пор держит замороженными 20 миллиардов евро финансирования для Венгрии из-за проблем с верховенством права в этой стране и соблюдении прав меньшинств. Во время встречи Виктору Орбану дали понять, что в случае дальнейшего блокирования помощи Украине он рискует столкнуться с куда более сильным и не только политическим давлением. Итак, на самом деле Венгрии нужна Европа. Итак, я имею в виду, что он, Виктор Орбан, должен также изучить, что это значит для Венгрии, находясь в Европе. В итоговом решении первоначальные предложения Орбана о ежегодном пересмотре помощи во внимание не приняли. У нас есть сделка. Единство. Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту. Шарль Мишель, президент Европейского совета, на своей странице в соцсети ИКС. Решение Европейского совета о выделении 50 миллиардов евро поприветствовал президент Украины Владимир Зеленский. Это четкий сигнал, что Украина выстоит и что Европа выстоит. Также очень важно, что это решение было принято единогласно всеми 27 странами-членами ЕС. Это еще один четкий признак крепкого единства и поддержки Украины. Сегодня Европа посылает сигнал через Атлантику и по всему миру, что международный и мировой порядок, основанный на правилах, выдержит все вызовы. Европа задает тон в глобальных процессах своим единством. Теперь это факт, и он должен оставаться таким. В прошлом году Украина получила от Европейского союза 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Она была ключевой для поддержания нормальной работы государственных институтов. Ожидаются, что новые транши начнут поступать в Украину уже в марте. Транши будут переводиться ежеквартально на условиях реализации плана реформ. Мы все знаем, что Украина борется за нас, поэтому мы поддержим ее необходимым финансированием и предоставим столь необходимую предсказуемость, которой они заслуживают. И я думаю, что эти 50 миллиардов евро на 4 года также посылают Путину очень сильный сигнал накануне второй годовщины его жестокого вторжения. Еще одна хорошая новость для Украины – это решение увеличить потолок финансирования для Европейского фонда мира. Решение, насколько именно его увеличат, примут до марта. Но ранее выдвигалась идея о выделении 20 миллиардов евро для закупки военной амуниции для Украины на следующие 4 года. Мы решили поручить нашим министрам финализировать работы. Мы понимаем, как это важно – поставлять. И эти сегодняшние дебаты были чрезвычайно полезны, чтобы было ясно, что мы полны решимости приложить больше усилий и убедиться, что Украина получит военную технику, в которой она нуждается, чтобы защитить свое будущее. Итоги встреч европейских лидеров показывают, что Европейский Союз един в вопросе поддержки Украины и не поддается на политический шантаж.